Добрый вечер всем. Немножечко о себе. Меня зовут Сидора Велина Владимировна. Я работаю в Центре специалист-преподавателем. Веду офисные курсы Excel Word PowerPoint плюс презентация в Prezi. Являюсь автором курса Microsoft Word и его методических разработок. Сегодня мы с вами поговорим о том, как в программе PowerPoint можно работать с текстами. Поговорим о том, как вводить текст, какие есть плюсы и минусы каждой из возможностей. Это работа с системным полем, это вставка надписей, вставка текста в автофигуры, в схемы шаблонов SmartArt или объекты SmartArt называется, как правильно копировать тексты из внешних источников. Ну и поговорим о том, как создается быстрая презентация, если у нас тексты набиты в документе Word, то есть импорт из документа Word. Ага. Так. Ну и начнем уже. Итак, презентация. Когда мы с вами работаем со слайдами, создаем слайды, у нас обычно выбираются готовые макеты. Макета в стандартном шаблоне 9, на самом деле их чуть-чуть побольше, но дополнительные макеты, они работают только если у нас установлен корейский язык, потому что это вертикальное направление текста, но не горизонталь. Поэтому здесь мы их не видим. С другой стороны, если мы сами создаем какие-то макеты, используя специальный режим, то они тоже здесь будут отражаться. Так вот. В каждом макете, кроме пустого, есть системные поля. В титульном слайде это поле заголовок и подзаголовок. Если мы создаем слайд со стандартным макетом заголовок и объект, соответственно, здесь два макетных поля. Ну, например. Например, вот в текстовое поле, вручную, здесь ничего вычурного нет, мы просто щелкаем в поле и начинаем писать. Ну, например, после прохождения курса, например, мы будем уметь. Что? Кстати, переход из системного поля в системное поле можно организовать через Ctrl-Enter. Ctrl-Enter, встаем и пишем дальше. Ну, допустим, я просто глаголами что-нибудь там создавать. Текстовые документы, допустим, редактировать. Редактировать, форматировать. Защищать. Защищать. Ну, и так далее. При создании текста мы ориентируемся на то, что в текстовом поле у нас каждый абзац создается как элемент списка. Ну, и, соответственно, автоматически у нас организуются так называемые маркеры или буллеты, которые можно при необходимости поменять на любой другой или на нумерацию 1, 2, 3. Либо просто отключить и оставить просто как обычные абзацы, не пронумерованные. Что касается системных полей. Желательно их вообще не трогать в презентации, то есть не уменьшать, не увеличивать, не перемещать, потому что если мы после этого применим какой-нибудь дизайн, измененный дизайн в презентации, эти поля будут в другом дизайне находиться в другом месте, и они у нас могут съехать. Особенно если, допустим, рядышком будет какая-то картинка. Вот. Да, кстати, если мы все-таки изменили, у нас есть волшебная кнопка, которая называется сбросить или в некоторых версиях восстановить, то есть она возвращает все это, все системные поля к стандартному виду. И, соответственно, мы их потом можем менять и в дизайне. Далее. Второй вариант вставки – это вставка как надписи. Ну, например, я создаю слайд с макетом «Два объекта». В каждой из вот этих системных полей я оставляю, допустим, рисунки какие-нибудь. Где-то у меня тут две заготовочки есть. Рисуночек. И второй тоже рисунок. И дальше, ну, они у меня были изначально разного размера, поэтому они немножко разные. По высоте вроде бы как они выровнялись. Но лучше, опять же, размеры и местоположение не менять. И, например, мне нужно подписать эти рисунки, что это, допустим, там Севастополь, это Ялта. Значит, что делаем? На вкладке «Формат», если она открыта, у нас ничего подобного нет. Вкладка «Главная» содержит галерею из автофигур, где есть кнопка «Надпись». На вкладке «Вставка» есть та же самая галерея из списка автофигур с надписью. Или просто на вкладке «Вставка» есть кнопочка «Надпись». Так вот, мы выбираем любой из этих вариантов. Дальше рекомендации такие. Если текст будет небольшой, то можно просто щелкнуть и написать, что это у нас с вами будет Севастополь. Если у нас текст будет, предположительно, длинный, содержать несколько строк, тогда лучше сделать так. Выбрать надпись, нарисовать небольшой прямоугольник. В прямоугольнике мы организуем только размер по ширине этой надписи, то есть ширину. Высоту бесполезно, потому что после того, как мы начнем писать, у нас это все свернется, опять же, в одну строчку. То есть здесь будет у нас с вами Ялта. Смотрите, в чем разница. Если текст короткий, мне придется эту надпись потом уменьшать в размерах. То есть еще раз, если короткий текст, надпись, щелчок и пишем. Если надпись длинная, текст длинный, то надпись, разворачиваем размер и затем мы пишем с вами несколько абзацев. В этом разница вот этих двух способов. Теперь, в чем преимущество, когда мы работаем с надписью по сравнению с системными полями? Вот здесь мы уже можем с вами местоположение этих объектов самостоятельно менять. То есть, допустим, вот сюда. Можно менять все настройки шрифтов, но это во всех вариациях. Размеры, полужирность, шрифты, выравнивание внутри надписи. Выравнивание внутри рисунка надписи автоматически мы сделаем немножко по-другому. Поэтому, когда мы перемещаем эту надпись, как графический объект, программа начинает нам показывать вот такими пунктирами, к чему привязать. Привязать к левой границе заголовка, к рисунку, по верхней части, по нижней части. Вот здесь вообще прилагают посередине между двумя рисунками. Ну и, допустим, я в середине моего рисунка хочу разместить мое название. Вот. А можно сделать так. Выделить оба объекта. И через вкладку формат. Есть у нас кнопка выравнивания. Выравнивание по горизонтали или по вертикали. В данном случае можно сделать так, чтобы... Так, сейчас, секундочку. Одну программку. Вот. Сделать так, чтобы, допустим, вот эта граница верхняя нашего рисунка и верхняя граница надписи совпадали. В этом случае я после выделения открываю кнопку выравнить на вкладке формат. И выбираю выравнить по верхнему краю. Вот они слились. Можно по нижнему краю, можно по центру. То есть делать, допустим, по серединке, чтобы надпись была четко по серединке нашего рисунка. Или внизу. Главное, эти объекты выделить. Одновременно. Вот. Что еще с надписью можно делать? Как с объектом? Мы можем ее поворачивать. Мы можем настраивать у нее заливочку. Например. Например. Я ставлю надпись и, допустим, напишу, что это у нас города Крыма. Сделаю ее покрупнее. Размещу. И на вкладке формата у нас есть галерея стилей фигур, где мы можем выбрать один из вариантов заливочки из шрифта. А можно самостоятельно через заливку фигуры сделать, допустим, какой-нибудь цвет подобрать. Ну и можно еще сделать надпись необычную в стиле борт-арта. Не всегда это будет красиво смотреться, но, в принципе, это можно сделать, если, допустим, может быть, там цветовое решение какое-нибудь сделать. Другое. Вот. И, кстати, у меня, смотрите, какая ситуация. У меня заголовок, вот он в виде схем, в виде надписи, да, и есть еще заголовок слайда. Я не хочу заголовок слайда видеть. Удаление ручное делать нежелательно, потому что, помните, кнопку сбросить, через кнопку сбросить оно вернется. Поэтому лучше всего данное действие выполнить через смену макета. В макетах есть только единственный макет, который не содержит в данном случае заголовков. Это пустой слайд. Сейчас давайте посмотрим, к чему это приведет. Вот. Рисунки разъехались, потому что макеты, системные поля, мы тоже отключили через макет. Но здесь придется выравнивать рисуночки вручную. То есть, как бы мы работаем с вами на пустом слайде и размечаем эти объекты самостоятельно вручную. Итак, что с надписями? Можно делать любого размера, можно помещать в любое место. В принципе, можно даже сделать какую-нибудь вот такую наклонную надпись и поместить ее вот как-нибудь вот так. Если это необходимо. Но эти надписи являются просто вручную вставленными графическими объектами, поэтому никакие стандартные действия, которые позволят, допустим, размеры шрифта, цвет, и выбрать шрифт, который мы выбираем через, допустим, смену того же дизайна или за счет смены шрифтовых настроек мы в надписях... Вот здесь вот произошло, потому что стиль вортарт был применен. А вообще обычно эти позиции не меняются. Итак, это по поводу надписей. Так, системное поле, надпись. Следующий вариант вставки текста – это автофигуры. Ну, я возьму новый слайд с пустым макетом, опять же, чтобы эти объекты можно было размещать в любом месте. С автофигурами мы работаем так. Опять же, вкладка «Главная» или вкладка «Вставка», мы выбираем любую автофигуру, например, какой-нибудь там прямоугольник со скругленными углами. Кстати, если увидите желтый ромбик или крышочек, с помощью него можно чуть-чуть подкорректировать вот эту настройку, в данном случае скругление. Вот. И в старых версиях, по-моему, даже включая 2007-ю, для того, чтобы написать текст внутри автофигуры, нужно было делать следующее. Внутри нажать правую кнопку мыши, там была команда «Добавить текст», и только после этого текст можно было написать. Начиная с версии 2010-й, вы рисуете фигуру, и когда она у вас выделена, вы просто можете начинать писать. Например, это у нас фигуры. Фигуры, причем, смотрите, что получается. Если я изменяю размер с моей автофигуры, текст, он не меняется ни в размерах, ни в жирности. То есть нужно каждый раз, изменяя размер фигуры, подгонять под нее размер текста. Причем, что интересно, иногда размер текста, как бы визуально, он помещается чуть-чуть ближе к низу, а не к верху, и не посерединке. Вот. Если вдруг такое произошло, то это значит в настройках абзаца, диалоговое окно абзаца, вот стоит интервал перед или после какой-то, создвиган, например, интервал перед нашим абзацем 6 пунктов. В данном случае у нас 16-я версия или 19-я, они не так реагируют на один абзац внутри надписи, а вот 10-е и 13-е, они хорошо видны, когда мы начинаем менять вот эти вот размеры, интервалы перед или после абзацем, даже перед первым, он тоже ведет смещение нашего текста по вертикали. Так вот, если вы увидели, что вдруг текст не в центре находится, заходите в диалоговое окошко, интервал перед ставьте 0, ну, все остальное там по необходимости. Вот. Это следующее в надписи. Ну, допустим, допустим, мне нужно еще три сделать надписи, треугольники, прямоугольники и, допустим, овалы. Через перемещение автофигуры с зажатой клавишей Ctrl я скопировала эти объекты, ну и для того, чтобы вписать, просто встаем, выделяем и пишем новый текст. Вот. Хорошо, что текст вошел, пока размер счета менять не надо. Попробуем с прямоугольником. Сейчас посмотрим. Вот. Уже не вошел текст, поэтому нужно будет менять фигуры, вернее, шрифты. Вот. И если мы, допустим, рисуем схему с помощью автофигуры, наверное, стоит все шрифты делать одинаковыми внутри хотя бы одного уровня схемы. Поэтому через клавишу Shift мы выделяем все эти объекты и с помощью, допустим, кнопки «Уменьшить размер шрифта» подгоняем их под один размер. Можно сделать так. В одной фигуре поменять, щелкнуть внутри текста формат по образцу и щелкнуть внутри следующего объекта. Но тогда придется в каждой фигуре это отдельно делать. Вот. Итак, значит, если мы работаем с автофигурами, мы автофигуру рисуем, пишем текст, при необходимости меняем настройки шрифтов. Если нам вдруг понадобится сменить автофигуру, например, я просто захочу, чтобы здесь был реальный треугольник, прямоугольник и овал, то можно сделать следующее. Либо правой кнопочкой мыши команда «Изменить фигуру». Так. Ага. Здесь ее нет. Тогда на вкладке «Формат» кнопка «Изменить фигуру», «Изменить фигуру». Ну и, допустим, здесь взять какой-нибудь там треугольник. Под размер рамки, в которую был вписан предыдущий объект, у нас треугольничек изменился. Значит, прямоугольник здесь я могу просто вот этим кружочком изменить. Ну и овал, соответственно, мне нужно будет изменить фигуру и сказать, что это у меня будет овал. И опять под нашего размера. Вот. Что дальше? В моей схеме надо, наверное, треугольник увеличить, чтобы хотя бы текст вошел. И тогда, наверное, вот эти фигуры тоже либо увеличить, либо, по крайней мере, сдвинуть. Сдвинуть, выровнив их, допустим, по центру. И та же самая ситуация, что с текстом и рисунком. Мы выделяем эти объекты, формат, выровнять. Теперь у нас идет выравнивание, ну, допустим, посередине. Это вертикальное выравнивание по центру. Вот. И, наверное, на этом все. Главное, если будете рисовать схему через автофигуры, нужно будет эту схему потом сгруппировать для того, чтобы программа считала это все единым объектом. Для этого достаточно выделить все эти фигуры и группировать, сгруппировать. Теперь это один целый объект. Можно, допустим, поместить его в центре нашего слайда. Таким образом мы можем вставлять тексты внутри автофигуры. Ну, по поводу переноса, наверное, здесь стоит тержечку поставить для того, чтобы, по крайней мере, читалось красиво. Итак, далее. Если нам нужно создать, допустим, список, но красивый, сразу в виде схемы, тогда мы можем применить объект SmartArt. И следующая наша тема – это размещение текстов в схемы. Например, я создаю слайд с заголовками объекта. SmartArt можно вставлять в системное поле или через вкладку «Вставка SmartArt», если у меня системного поля нет. Итак, в системном поле добавить графический элемент SmartArt. Появляются разделы – это списки, процессы, циклы и так далее. Вот я хочу создать сейчас список, поэтому выбираю раздел «Списки». Ну и, допустим, список, который будет содержать два уровня текста. Например, вот этот возьму пока. Окей. Появляются три, в данном случае, формы, в которые можно вводить текст, просто щелкнув и написать. Но лучше всего, чтобы не было случайного сдвига, например, при случайном дергании мышки, лучше писать тексты в специальной области. Область «Видите текст», она иногда сама открывается, иногда нужно ее открыть с помощью вот этой вот стрелочки. Итак, здесь тексты вводятся в виде абзацев списка. Три абзаца у нас готовы, нам нужно только написать, а при нажатии на Enter будут добавляться следующие фигуры. Например, мне нужно ввести слова «Животные», потом стрелочкой спускаюсь вниз, пусть это будут птицы, рыбы. И, например, мне нужно ввести еще «Насекомые». Вот «Насекомые» это будет следующий элемент, поэтому в конце предыдущего я нажимаю на Enter, появляется новая рамка. Таким образом можно разделы сделать, причем если текст будет длинный, программа будет автоматически изменять размер шифта, в отличие от автофигур. Но мне сейчас нужно сделать под уровень, то есть под животными написать, допустим, трех представителей. Если вспомнить, как пишутся тексты в, допустим, в том же Word. В Word у нас пишутся тексты в виде абзацов, допустим, первый абзац, первый абзац, потом Enter мы жмем, получается второй абзац, ну и так далее. Абзацы отделяются от предыдущего Enter, но когда мы, допустим, создаем списки многоуровневые, то да, тогда мы, допустим, новый абзац создаем Enter, но если мне нужен нумерация, допустим, 1,1, я клавишей Tab или кнопочкой «Понизить уровень» или увеличить отступ прибегаю к следующему написанию. Если мне нужен предыдущий уровень, соответственно, стрелочка «Назад» или «Shift-Tab». Вот таким вот образом формируются в Word списки. Написали Enter, написали Enter, Tab, продолжаем уровень или «Shift-Tab» или «Tab», поднижаем, повышаем. Точно так же мы работаем в схемах смарт-арта. То есть вот это у нас первый уровень, а нам нужно второй. Что делаем? Допустим, за животными мы жмем Enter. Пока это тот же элемент списка того же уровня, поэтому новая фигура. Но как только нажимаем на Tab, мы переходим к следующему уровню, и теперь мы можем написать, что, допустим, какие-нибудь коротенькие. Лев, тигр, какой-нибудь там лось. И, соответственно, программа это понимает и делает в нашей схеме, в нашем макете второй уровень. То же самое с птицами. За птицами встаем, жмем Enter. Сначала появляется фигура, потом Tab мы смещаем уровень и можем написать. Опять же, коротенький какой-нибудь «Грач». Почему-нибудь там ворон. Ну и, допустим, достаточно. Точно так же с рыбами. Enter, Tab. Если мне вдруг понадобится после щуки что-то на уровне насекомых рыб, то тогда Enter, Shift, Tab и появляется новая фигура. Если вдруг она не нужна, этот элемент мы как абзац удаляем, выделяем, жмем Backspace или Delete, в зависимости от того, где находимся. Чем хорошо использовать смарт-арты? Во-первых, все красиво, ровненько выстраивается. Во-вторых, в любой момент вы можете на вкладке конструкторов кнопки «Макеты» поменять на другой макет и посмотреть, как это будет выглядеть с картинками без картинок. Например, там вот такой вот вариант. Можно сюда еще картиночки добавить. Картинки добавляются то же самое очень легко. Либо вот здесь мы делаем щелчок. Но я обычно здесь не делаю, потому что, опять же, есть возможность просто сдвинуться случайно. Поэтому можно зайти, опять же, в область «Видите текст», щелчок по картиночке из файла. Ну, допустим, можно из стандартных изображений там что-нибудь ввести. Итак, щелчок, файл и так далее. Если смена рисунков, сюда щелкаем, удаляем сначала, а потом уже вставляем новую картинку. К примеру. И, опять же, в любой момент времени мы можем это все поменять. Например, вот в такой вид. Или вот в такой. Итак, структурированные списки, быстро меняющие свой вид, свое написание. И здесь мы уже не следим ни за размерами шрифтов, ни за написанием. Все зависит от того, какую форму мы выбрали и сколько в ней объектов. И цветовые схемы тоже. И цветовые схемы, да, все это меняется. Да-да-да. Плюс он говорит, что вы в этой же схеме можете просто в разноцветных это все сделать, а нахиле в оттенке одного цвета, который связан с цветовой нашей схемой. Когда меняете дизайн, все это тоже будет меняться. В зависимости от того, как в том дизайне используется какая схема. Вот. Это по поводу вставки текстов вот вручную, можно сказать. Далее. Если нам нужно откуда-то скопировать текст. Например. Например, из интернета нужно что-то взять, допустим, вот этот списочек. То есть рекомендуемый курс. Это у меня будет заголовочек. Обычный Ctrl-C, Ctrl-V. Но здесь есть подвох. Когда мы вставляем стандартным способом, он вставляет с некоторыми элементами форматирования исходника. Вот в данном случае он мне скопировал с дополнительным абзацем, который нужно будет удалять. Вот таким вот образом. Лучше всего, когда копируете откуда-то из другого источника, где есть какое-то форматирование, а особенно гиперссылки, чтобы их не сохранять, вставку должны ввести так. Итак, здесь скопировали. А в самой области, в данном случае системном поле, мы выполняем щелчок правой кнопкой мыши и выбираем сохранить только текст. Если вы сделали вставку через Ctrl-V, то тогда нужно где-то сразу найти вот эту кнопку. У меня она почему-то отразилась вот здесь. Обычно она отражается внизу текста, но там Ctrl будет написано. И заглянув в этот смарт-эк, вы тоже можете выбрать, что мы вставляем только текст, и тогда все настройки, особенно гиперссылки, слетят. Теперь, если я нажму на этом слайде кнопку сбросить, у меня и с заголовком произойдет то же самое. То есть он сбросится под дизайн моего слайда, моей презентации. Но этот способ не убивает гиперссылки. То есть форматирование уйдет, а гиперссылка останется. А иногда гиперссылки как бы реально удаляются, но остается оформление, вот это синее с подчеркиванием, которое убить, к сожалению, вообще никак невозможно. Кроме скопирования вставка и вставка с сохранением только текста. То есть гиперссылочки, они такие вредные в наших действиях. Итак, если мы берем откуда-то, лучше всего сразу через правую кнопку мыши сохранить только текст, и тогда у нас проблем не будет. Кроме этого, когда мы вставляем большой текст внутри системного поля, вы наверняка видели вот эту кнопочку. Кнопка, которая в версиях 2010, она автоматически настроена так, чтобы подгонять размер текста под вот это системное поле. Мы можем с этим не согласиться и сказать прекратить изменения. И тогда он размер шрифта сделает тот, который был в источнике, и текст будет располагаться вот так, и вручную придется все это менять. Соответственно, что мы можем здесь еще сделать? Мы сможем этот текст расположить, допустим, в два столбца. Размер не изменится, но текст вот так изменяется. Либо мы можем сказать, интересно, кстати, идея продолжить на новом слайде. То есть вот то, что не вошло на этом слайде, он автоматически должен перенести... Так, сейчас единственное, я в один столбец верну. Давайте мне наилучше. Вот так. Итак, прекратить изменения и продолжить на новом слайде. Вот. Идея была вообще отличная у этого инструмента. То есть он должен был сам это все разбить. К сожалению, реально это не так. Он предлагает второй слайд с тем же заголовком, но текст придется переносить вручную. Да, хорошая была идея. Вообще, некоторые идеи у разработчиков замечательнейшие, но вот они до конца не доделаны. Здесь придется вот это все выделить и вырезать. Ну, а в этом слайде просто вставить. Вот. Это такая вот у нас интересная штука. Ну и далее. Далее у нас с вами еще один способ вставки текста. Если он есть у нас в готовом документе Word, например, мы его можем автоматически перенести сюда в PowerPoint. Это называется действие слайды и структуры. Слайды создаются и структурировано документа Word. Что мы в данном случае можем иметь? Ну, я сделала следующее. Я просто вот с этой страницы о курсе Word, потому что, кстати, тема создания стилевой разметки, в Word рассматривается вторым. Я взяла вот этот вот блок, где программа скопировала в Word и подготовила. Значит, подготовка текста в Word заключается в следующем. Заключается в следующем. Сейчас, секундочку, я его открою. Где он у меня? Вот он. Так. Да. Вот она. Значит, что получается? У нас текст был набором, и я его подготовила с помощью создания структуры. Создание структуры документа Word заключается в следующем. Мы должны текст, который хотим отобразить в PowerPoint, оформить заголовками. Заголовками первого, второго или третьего уровня. Что происходит с этими текстами? То, что оформлено заголовком стиля 1, переходит в наш слайд заголовок. То, что оформлено стилями заголовок 2 и заголовок 3, перейдет в системное поле текстовое. Текстовое. Причем в два уровня. Первый и второй уровень текста. Или списка. Как это делается? Ну, один из способов, это просто выделить и назначить в галерее стилей нужный заголовок. Если на вкладке вид помечена область навигации или в седьмой версии это схема документа, то вот здесь мы увидим, что будет переноситься в наш документ PowerPoint. Вот. Что при этом дальше делается? Мы обязательно должны документ сохранить в Word и закрыть. При открытом вордовском документе вставкой структуры не получится. Ну, дальше идем в презентацию. Показываем место, куда нужно вставить эти тексты, например, в конец. И на вкладке главное раскрываем кнопку «Создать слайд». А дальше слайды и структуры. Следующий пункт – это найти документ, с которого мы хотим этот текст вставить. Вот рабочий стол у меня и документ программы. Открываем. А дальше просто ждем, пока это все произойдет. То есть вот сейчас программа будет оттуда забирать текстовочку. И вот оно все пришло. Причем у меня пришел еще один слайд. Это первый абзац моего документа – программа курса. Его можно просто удалить. Вот. Что дальше? Дальше мы видим, что из Word к нам пришло еще и оформление этих стилей. Для того, чтобы ее убрать, да, выделяем наши слайды, кнопочка «Сбросить волшебная». И все отформатировалось под наш дизайн. Да, если дизайн опять же будет меняться, все это будет переделываться, ну, например, вот в таком вот виде. Аккуратненько, красиво. Правда, если текста очень много, опять же, наверное, удобно было бы это все разбить на два слайда или хотя бы в два столбца показать. То есть будет немножко покрупнее. Вот. Итак, готовим структуру в Word, сохраняем, закрываем наш файл и, соответственно, через вставку из структуры мы сюда это все приносим. Вот. Что касается форматирования и редактирования, здесь, в общем-то, ничего такого сложного и нет, потому что, если хотим на каждом слайде... Кстати, вопрос. Как вы думаете, стоит ли на каждом слайде делать одинаковый шрифт по размеру? У текста? Нет. Да, и, кстати, это не обязательно. Даже рекомендуют вообще не подгонять, не заботиться об этом. Главное, чтобы на текущем слайде текст читался. Чем крупнее, тем лучше, естественно. Вот. И далее. На конкретный слайд заходите. При необходимости можно менять, опять же, вот эти размеры. Вот. Шрифта, если это нужно. Если нет, соответственно, оставляйте, как есть. При смене, через вкладку дизайн, дизайн меняем, все меняется. Плюс еще и шрифты. Вот здесь я вручную растягивала, он мне вручную предлагает это все опять изменить, либо применить автоматическую подгонку. Если нужно поменять шрифты, соответственно, варианты, шрифты и подборку шрифтов. При этом не меняется цветовая схема, не меняется основная тема документа, меняется только шрифты. То, что нужно, то используем. То, что мы считаем нужным. Вот. Так. Вопросик. Алиса, наверное, да? Сейчас, секунду. Как сделать общее слово? Нажимаешь на него, раскрывается как пассиан. Слово, подходящее к общему слову. Непонятно немножко смысл. Если это какой-то раскрывающийся список, это только через... Сейчас посмотрим в PowerPoint. Я макросами не занимаюсь в PowerPoint, но как вариант можно глянуть. Настроить ленту, разработчик, окей. Здесь есть раскрывающиеся списки элементов управления. Создаете. И через свойства вносите... А, да. Здесь через Active. То есть это через Visual Basic настройки ведутся. К сожалению, в Word можно вручную там вводить в диалоговом окошке, а в PowerPoint только через Visual Basic. К сожалению. Так. Сейчас, секундочку, следующий вопрос. При перемещении слайдов в корпоративную презентацию меняется цвет полей текста. Так. Константин. Значит, смотрите. Возможно. То есть это надо смотреть каждую презентацию в отдельности. У вас шаблон. Возможно так. У вас разные, допустим, разделы, они идут со своим образцом слайда. И когда вы в нужный раздел перемещаете свой текущий слайд, он принимает оформление из текущего раздела, из текущего образца. Скорее всего так. Посмотрите, вы можете вот здесь. Открыть свою презентацию. На вкладке вид образец слайдов открыть. И посмотреть, сколько у вас вот таких крупных слайдов, образец нумераций. Это мастер макет или образец слайдов. Если у вас их несколько, то, соответственно, вот... Там же корейский можно удалить. Да, там же корейский можно удалить, если он вам сильно мешает. Вот. Если две презентации, да, если вдруг две презентации, возможно, смотрите, что было. Да, я скрываю этот макет. Возможно, было так. Использовалось либо через копирование, либо через, допустим, вот повторное использование. Сейчас с рабочего стола я возьму вот эту мою презентацию семинара. Да, и, допустим, вот был слайд, который вставлен с сохранением форматирования. Вот сюда. Вот вставился. И смотрите, сразу же в образце слайдов у нас вот здесь появился второй образец вот с этим форматированием. Вот. Да. Хорошо. Так, может, еще какие-то вопросы есть? По текущему? Пока нет. Хорошо. Давайте мы вернемся тогда к началу. То есть, что мы должны были с вами посмотреть. Если вернуться вот сюда. Значит, как выполняется ручной ввод? Как выполняется копирование из внешних источников? И как импортируется из документов Word тексты? Подложкой сделать текст? Нет. В презентациях нет такого понятия, как подложка. Это понятие вордовских документов. Вы можете максимум, что сделать, опять же, зайти вот в тот же образец, там написать какой-то текст полупрозрачный, он будет появляться на каждом созданном слайде. Самого понятия подложки здесь нет. Вот. И что касается наших курсов, вот где используется, где рассказывается еще с практикой вот эти темы. PowerPoint, первый уровень создания эффективных бизнес-презентаций, это как раз вставка объектов, их форматирование, редактирование, работа со смарт-артами, работа с надписями, с автофигурами. А на курсе Microsoft Word второй расширенной возможности, там мы говорим о стилевой разметке, создании структуры документа, как создаются стили, как они изменяются, как они импортируются из других файлов Word, как используются, допустим, нумерация структуры нашего документа в Word. То есть вот там можно поговорить о том, как правильно работает со структурой в Word. Ну и если вдруг появятся какие-то вопросы, пожелания и так далее, можно звонить в отдел физических корпоративных лиц или ко мне на почту по вот этому адресу писать какие-то запросы, вопросы и так далее. Ну все тогда, спасибо, до свидания.